Здравствуй, я Олег из Саратова с братом Рафиком, немножко на рынке овощи, фрукты торгуем. Вот, Саратов такая, хорошая у нас погодка, теплая погодка. Я все знаю, в каждой вещи разбираюсь, потому что в любую из них вникаю. Еще у меня есть жена Итери, орхидейка моя, мягенькая, ароматная, на мне вопросы задает, чтобы тоже все знать. Итери, что ты у меня спросил в последний раз? Олег, что же, раскрыли что ли вот это преступление своим кором этим? Не шуми, не шуми, вопрос серьезный, очень, не вздумай. Это разносит по всей улице. Не раскрыли еще, не раскрыли. Просто вот у нас в России есть национальный антитеррористический комитет. Это такой вот орган, который координирует работу органов других власти России, федеральных, значит, вот это власти, региональной, муниципальной, всех тех, кто противодействует терроризму. Возглавляет этот национальный антитеррористический комитет, это господин Бортников, директор ФСБ. Туда входят еще много уважаемых людей, министры там всякие, там МВД и прочие, прочие люди. То есть серьезно все. И вот этот национальный антитеррористический комитет сделал заявление уже по поводу вот взрыва, где погиб вот этот военкор татарский. Короче, они сказали, установлено, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничеих с так называемым фондом борьбы с коррупцией Навального. Этот фонд в России у нас признан иностранным агентом, признан экстремистской организацией и запрещен на территории Российской Федерации. А активной сторонницей вот этого, значит, фонда Навального является задержанная гражданка вот эта Дарья Трепова. Так заявили в Национальном антитеррористическом комитете. Схема получается, да, вот Украина, это вот, значит, группа лиц, вот это фонд запрещенный, Навальный и вот это Трепова. Да, ну что, версия прямо так и скажем неожиданная. Действительно, поражен, удивлен. И, главное, оперативно все сделали, да. А больше всего меня поражает, это какой получается этот деятель всесильный, Навальный, да, сидит уже два года, считай это, на зоне, постоянно находится в штрафном изоляторе и умудряется еще оттуда, я не сомневаюсь, нисколько, все эти дела контролировать и координировать. А как вы думаете, да, что, это несложно малявы поселять, это все описано еще вот в рассказах про дедушку Ленина. Молоко, да, вот дедушку Ленина, помните, там, ему молоко давали, он из хлебного мякиша делал чернилица и на бумажку писал. А жандарм смотрит, дырка там, что он делает? Непонятно, заходит, молоко ем, там, вот из хлебушка, вкусно и полезно. Жандарм говорит, ну ладно, что, не запрещено это, уходим. Потом, значит, он передает эту бумажку товарищам, они ее над свечкой так держат и буквы проявляются вот черным цветом. Вот Навальный так же действует, я нисколько в этом не сомневаюсь. Да, все описано, все. Ну, что можно сказать? Получается, вот пропагандисты, которые вчера сразу стали кричать, Украина, Украина, Украина. Что, ничего не было известно? Выяснилось, что они правы, да. Могут обрадоваться, конечно, своей правоте, быстрой такой, да, которая подтверждена уже национальным антитеррористическим комитетом. Обрадоваться, да. Ну, а второе чувство, которое они испытают, это, наверное, испуг будет небольшой, да. Потому что они подумают, вот, оказывается, как все просто.